Вот, включил запись, продолжаем этот проект Family Academy для тех, кто хочет разобраться в родительстве и освоить прекрасную профессию консультирования в вопросах семьи, родительства, ну и помощь, собственно, детям. В данном случае это не психотерапевтическая отрасль, а Family Wellness Coaching, отдельная отрасль, которая по-своему интересна. Этот курс создается как благотворительный проект, в первую очередь для помощи тех, кто пострадал от войны в Украине и переселенцам. Но начался он, конечно, с тем переселенцам, с которыми я работаю в области Филадельфии. Для тех, кто входит в эфир отдельно, есть еще возможность войти в проект. И опять же, украинцам и переселенцам с Украины очень хорошие благотворительные условия. Итак, сегодня в продолжении предыдущих тем все-таки основа то, что нужно знать, понимать, как родителям, так и тем, кто помогает. Это, собственно, сложные эмоции в этом непростом деле. Тяжелые, сложные эмоции и коммуникации. Дети не такие, как мы. И на предыдущих занятиях я доносил эту идею, насколько, как нам понимать, что они понимают, что нет. Какая помощь, какая поддержка нужна и какая неуместна. Как переходить на тот язык, который доступен, который передает то, что мы хотим, в котором есть и забота, и поддержка, и помощь в развитии. Хороший баланс структуры, который необходим, и доброты, и мягкости, безопасности, без лишних перегибов. Когда нужно закалять ребенка, подготавливаясь к жестокой жизни, когда этого делать нельзя. И как сдабривать жесткие конфетки, столкновения с тем, что не хочется, не подходит. Как понимать эмоции. Об этом уже много говорилось, и в продолжении этого уже уместно говорить о том, как коммуницировать эффективно. Как менять свои стратегии, осознавая, что они могут быть контрпродуктивными. Или даже помогать, но при этом вредить, собственно, самооценке или здоровому развитию ребенка. Или атмосфере в семье. Как учесть все эти факторы. Те, кто знакомы с коучингом, даже знают, мы рисуем это колесо благополучия. Где мы такой пирог этого колеса разделяем на жизненные сферы. Ну, важные жизненные сферы. И в каждой жизненной сфере мы по-честному пишем, на сколько процентов мы удовлетворены. Ставим себе вопросы и задачи. Что нужно сделать, чтобы это приближалось к 100. Чтобы жизнь была сбалансирована, и колесо это катило нас по жизни, а мы не застревали на нем. Так вот, то же самое можно делать с семьей. И если нужно будет рассказать, что и как это делать, в общем-то, я могу уделить время внутри программы. Но, скорее всего, это будет в закрытой группе уже. Но думаю, что вы и сами догадываетесь, как это делать. И, в общем-то, можете попробовать самостоятельно. Вот и так о сложных эмоциях и о том, что делать. Как принимать, как одобрять, а где показать твердость, а где научить регулировать, взращивать способности. И первое, с чем мы сталкиваемся в этих проблемах, то, с чем мне приходят вот эти самые мои клиенты. Сейчас, в первую очередь, мамы переселенцы из Украины, переселенки, сейчас феминитивы же правильно, да, переселенки из Украины, которые терзаются чувством вины и беспомощностью. Что делать? Я, наверное, плохая мать. Я не справляюсь. Ребенок кричит, ребенок плачет, ребенок не слушается, ребенок не следует правилам. И вот эта цепочка, о которой я говорю, очень жестокая цепочка, когда мы не знаем, что нормально и что ненормально, когда наша эмоциональная система не выдерживает эмоциональный напор, иногда нормальный для ребенка. Нам кажется, что с нами что-то не так, с ребенком что-то не так, и нам иногда нужно руководство профессионала, иногда достаточно сказать, когда говорят, все нормально, на этой стадии это нормальное поведение, и частенько от этого попускают. Лучшая еще подсказка, смотри, что делать, такие моменты, как говорить, что делать и разделить, это мое, это твое. Ну, в смысле, мое родителя, твое ребенка. Я нервничаю, когда ты кричишь, это не делает то, что ты кричишь неправильным. Ребенок плачет, ребенок кричит, ребенок протестует, ребенок отказывается что-то делать, и зачастую это нормальная часть. Мы упоминали структуру воли от двух до четырех лет. Это неправильно, если ребенок очень удобный, если он не протестует, если он не вредничает, если он не голосит. Хотя, в принципе, голосить ребенку на всех ранних структурах, это здорово, это нормально. Но мы пораненые на этих структурах, мало того, у нас есть возможность полечиться, как вы говорили, пораненые на этих структурах, у нас иллюзорное представление, что это слишком много для нас, слишком много эмоций, слишком много шума. Мы этого не выдерживаем, и мы, не осознавая этого, или напрямую начинаем подгонять ребенка под свои неврозы. Делая его тихим, удобным, предсказуемым, иногда даже с хорошими намерениями. Типа, готовим ребенка к жестокой жизни, не всегда тебе будут даваться все, что ты хочешь, надо уметь понимать. Нет, это правильно делать в свое время и с правильными интонациями, с правильным посылом. Итак, с чего мы начинаем? С главных, самых невыносимых и самых, прямо вот этих самых горячих эмоций. Это злость, беспомощность, хотя это не совсем эмоция, но комплексное переживание. И чувство вины. Они приходят с нами. И вот эти самые мамы приходят и говорят, я не справляюсь, я плохая мать, я не могу с этим, я не выдерживаю это, я срываюсь, я кричу на ребенка, могу и по попе дать. Это, наверное, ужасно. И да, действительно, мы говорим много о том, что кричать и тем более физически наказывать, это контрпродуктивно, но это не то, чтобы этого делать вообще нельзя. Это не должно быть основной стратегией. Мало того, если вы будете гасить это все себе, мучиться, не выдерживать, сдерживать эмоции просто терпением, вы будете все равно нервным злым человеком, который просто ломается и скисает. Потому что действительно матери, и не только матери, но в первую очередь сейчас родители, которые пытаются изо всех сил не злиться, не ругаться при детях, не срываться на них изо всех сил, а у них буря чувств, у них неопределенность, финансовая, физическая изможденность, недосып. Когда они просто тупо давят это в себе, они теряют силу, они стухают. И иной раз живая мать, которая может сорваться, потом обнять, говорить, ой, что-то мама наругала, сорвалась. И иногда даже, прости меня, хотя нужно подбирать слова, чтобы в этом не было игры двойной, а какой надо будет потом рассказать, здоровым, по-здоровому сказать, сорвалась, но я буду по-доброму, я буду стараться. Она будет живее, в ней будет тепло и контакт. В матери, которая изо всех сил сдерживает себе эту злость и беспомощность, она будет тухнуть, в ней будет мало контактности. Если она изо всех сил будет откупаться от ребенка избыточными заботами, вниманием, это не будет попадать в структуру потребностей. В принципе, потребностей на любом этапе развития. Это к тому, что я рассказывал уже про этапы развития, и один из этапов называется структура характера, структура потребностей. Итак, мы говорим, и первым делом, как работая мне с родителями, вам может быть консультантом с родителями, так и родителям с детьми, первое это валидация. Я люблю это слово, хотя это калька, как это, с английского, ну нет подходящего аналога. Хотя это, собственно, форма принятия, но это активная форма принятия. Когда мы, валидация, это когда мы говорим, ты злишься, ты расстроен. Но мы транслируем три вещи, иногда проговариваем, ты расстроен, ты злишься, ты злишься на меня, и это нормально. И у многих родителей срабатывает, а что, если я скажу, что это нормально, он может делать все, что угодно, ему будут все разрешать. Нет, мы разделяем поведение и эмоции, мы принимаем эмоции, безусловно. А если нужно их регулировать, мы ребенку четко доносим, смотри, вот эта эмоция, ее трудно выдержать, ты ее выражаешь так. Я от тебя ожидаю, что ты будешь делать это вместо этого. Ну, типа, вместо того, чтобы там Митю кусать, ты скажешь это словами, и, может, мы что-нибудь порвем, потянем, поиграем в злость, но мы найдем выражение. И да, первое, валидация, признать. И первым делом я делаю это с родителем, что то, что вы через себя не пропустили, то не будет работать на другом. Когда родитель транслирует, делает то, что я говорю, а не то, что я делаю, ну, как бы фигня фигнёй получается. Изредка получается, но чаще всего фигня получается. Да, и в первую очередь я родителю говорю, все нормально, я тебя принимаю. Ты злишься, ты растерян, у тебя нет времени, у тебя голова трещит, ты даже не знаешь, чем я могу тебе помочь. Потому что на психологию, на консультацию у тебя очень мало времени, а то его и нет. Но ты вынуждена прийти сюда, потому что ты упёрз, я понимаю. И слова я понимаю иногда звучат избиты, но всё равно срабатывают. Если вы умеете оперировать гибко словами, имея это в виду и донося это, ещё лучше. Но не быть идеальным. Валидация предполагает вычислить у себя вот этот самый комплекс идеального родителя, безупречной матери. Ещё раз очень рекомендую на эту тему всем матерям почитать. Дональд Давинник, он успокаивает матерей. Матери не нужно быть идеальной. И не нужно стремиться быть идеальной. Она выгорит таким образом, будет невротичной. Ей нужно быть достаточной. Жить тёплой, заботливой. Насколько получается из того времени, которое есть. И иногда качество контакта и поддержки ребёнку важнее, чем количество. Не ешьте себя, если у вас нет времени так много проводить, и вы заставляете себя. И да, действительно, можно малое время сделать очень качественным. Мало того, очень хорошо, когда оно качественное для вас обоих. Когда вы находите то занятие, в котором вы получаете удовольствие от своего родительства, это возможно. Об этом многое рассказывал до сих пор, и как-то даже эмоционально передавал. Итак, первый этап вот в этих самых сложных коммуникациях – это валидация. Сказать «я понимаю твои чувства», донести. Они абсолютно приемлемы и нормальны. Первый этап. Как к родителю, так и к ребёнку. И ребёнку зачастую, как и родителю, нужно объяснить его чувства. Или хотя бы назвать их. Ты злишься. Ты растерян. Но при этом донести отсутствие. Это нормально в этой ситуации. Тебе не нужно быть идеальным. И там тройное послание, если не больше. Сколько там зайцев одним выстрелом. И далее переосмысление. Я окей, ты окей. И далее мы говорим, окей, ты хотел того-то и недоволен тем, что я сделал то-то. А я хотел этого, и я недоволен. И вы иногда говорите вслух, иногда это не очень уместно, просто транслируете. Это нормально, что у нас есть несогласие. Это не значит, что у нас должны быть испорченные отношения. И мы переходим к решению. Окей, что мы можем сделать, учитывая твои и мои потребности и эмоции, чувства. С учетом ваших эмоций мы найдем решение. Оптимальное. Никто не должен абсолютно прогибаться. Но желательно, чтобы мы шли навстречу. Иногда там в отношениях, но уже более взрослых, мы говорим об этом напрямую своим партнерам. Говорим, смотри, я готов пойти на этот шаг навстречу. Я прошу тебя сделать этот шаг навстречу. Тут мы, конечно, выделим тему собственной правоты, претензий и обид. Потому что наши детские раны диктуют нам, когда мы чувствуем себя уязвимыми, что мы абсолютно правы. И вот эта дилемма отражена в этой подборке. Иногда нужно задаться вопросом. Ты хочешь же быть прав или ты хочешь быть счастлив? Так, у кого-то остался включенный микрофон. Вот все, я на пол. Ты хочешь быть прав или ты хочешь быть счастлив? Говорим мы. И мы намекаем на то, что в своих обидах, в своей злости у нас есть свои особенные, уникальные правота, связанные с тем, что ты или победил, или проиграл. И нам нужно вернуться на шаг назад. Мы не на той игре, где кто-то должен выиграть, а кто-то проиграть. Мы стараемся договориться, чтобы было обоим хорошо. Понять друг друга важнее. Итак, злость, беспомощность и самобичевание, самоедство, самокритика, они идут с самым главным нашим барьером, нашим испытанием. И вы слышите часто, не кричите на ребенка, как не нужно рычать на собаку. Вы теряете авторитет, спускаясь на тот же уровень. Вы теряете свою роль. И то, что вы хотите сделать, с большой вероятностью не будет сделано, как вы хотите. Мало того, если вы используете давление, крики и принуждения в большей степени, ребенок усваивает это как стратегии. Он может усвоить стратегии. Значит так, в любой непонятной, сложной ситуации нужно или побеждать упрямиться, или сдаваться, не искать решения, просто поддаваться и все. Или просто упрямиться, или отказываться от своих потребностей. К чему мы учим ребенка в этот момент? Что сила побеждает. То, у кого власть, то ты прав. И вне зависимости, какой полюс побеждает, но я имею в виду, или ребенок привыкает упрямиться при любом раскладе, как что-то не так, или же он сдается. При любом раскладе это не коммуникация. Мы приучаем ребенка не к тому. Даже если мы получаем результат, то поведение, которое мы хотим. Ты зачастую, когда вы кричите на ребенка, он не слышит то, что вы кричите. Как и наш партнер, собственно. Мы слышим совершенно другие вещи. Я тебя больше не люблю. Ты меня такой не устраиваешь. Ты должен быть лучше. Ребенок часто слушает, я тебя отвергаю, ты мне больше не подходишь. Или ты мне не подходишь, такой, как есть. Ребенок слышит другие вещи. Будь удобным, иначе мы тебя не любим. Мы тебя не поддержим, не защитим, уйдем от тебя. И эти дилеммы всплывают, когда мы раскручиваем вот эти самые детские травмы у деток и у взрослых тоже. Оно живет внутри. В этой угодливости, в этой неуверенности в себе. В том, как мы привыкаем ставить чужие потребности на первое место, а свои на второе. Или наоборот, привычка все впечатлять, доказывать что-то, всю жизнь посвящать, впечатлять, доказывать, развлекать других. Их вот эти самые стратегии становятся центральными и закладываются в детстве. Мы их усваиваем в родительской семье, как модели. Да, не рычите на собаку и не кричите на ребенка. Но что делать, когда нет силы, нервов не хватает? Те же живой человек, говорит родитель. Можно найти другие способы. Причем работающие не менее эффективно. Зачастую более эффективно на длинной дистанции. И это окупится сторицей. Это окупится сторицей в трех главных измерениях. Три измерения. Это ребенок вас понимает и слышит. И он делает то, что вы хотите, не потому, что он принужден. А потому, что правильно вы доносите эту идею. Второе, это хорошо влияет на самооценку и чувство собственной ценности ребенка. Третье, это влияет хорошо на атмосферу в семье, на доверительность. Он будет вам раскрываться, с вами делиться. Это важнейшие вещи. Их не стоит недооценивать. И слова «я много раз пытался, но они работают». Они не знают, что нужно прекратить. Они знают, что нужно проанализировать. И на самом деле в этой сфере, особенно в поведенческом анализе, очень простые, просто простые алгоритмы и механизмы. Как вычислить, что в вашей воспитательной системе не работает, если мы сталкиваемся с нежелательным поведением. Из области ребенок истерит, кричит, злится, не слушается, уходит с тебя, ступорит, не может выполнить простых задач. Ну, если у него нет, конечно, ментальных ограничений, каких-то физиологических или неврологических. Все это корректируется. Мы просто есть формулы, по которой вычисляем. Вот она причина этого поведения. Вот почему он делает то, что нам не подходит. Ну, если, конечно, мы не ожидаем от ребенка то, что не подходит ребенку и по уровну развития, и по интеллекту, и по здоровью, и не вредит ему. И мы возвращаемся к тому, с чем мы сталкиваемся, со злостью. Злимся и срываемся мы от чувства беспомощности в 97%, в 99%. Когда мы чувствуем растерянность, усталость, когда нам что-то не подходит, и мы не знаем, как правильно, мы срываемся на злость. И я опять говорю, валидация. В этом нет ничего неправильного. Но это тот самый момент, когда нужно осознать, если я делаю это регулярно, и я не получаю результата, который я хотел бы, наоборот, ребенок вырабатывает иммунитет к моим крикам, или вырабатывает привычное поведение, чтобы это его не затрагивало. Там отмораживается, начинает хихикать, баловаться, удирает, или, конечно же, отвечает агрессией. Что, по сути, физическое, эмоциональное, то есть, я абсолютно нормально. Я наезжаю, тебя ставят в уязвимое положение, взрослые, у взрослого все рычаги. А ребенок ничего не может ответить, он злится, он капризничает, он выражает свою злость совершенно естественным образом. И поэтому зачастую нам эту схему нужно прокрутить назад. Сначала признание, валидация, потом оценки и мысли переосмысливаются и называются. Потом признается, я окей, ты окей. Потом переходим к решению, что же мы будем делать по этому поводу с учетом моих чувств и твоих чувств. Упрощенная схема, но тем не менее она работает. У меня где-то там в ленте был чудесный видосик, как мама обходится с истерикой ребенка. Что чудесного? То, что она настоящая. Это не искусственное. Когда ребенок истерит, там из себя выходит, она усталым, замученным голосом, уже немножко ненастоящим говорит, ты злишься на меня из-за того, что я тебе не дала, мы ушли домой, мне доиграли в песочнице. И он говорит, да! Вот валидация. Она с замученным, усталым голосом идет примерно по такой же схеме. И потом договаривается с ним. И ты видишь, у родителей тоже нет сил. Он встал, он замучен. Но он научен тому, что из всех стратегий это лучшее. Из всех стратегий это та, которая приведет к результату. Вместо того, чтобы у нас наша истерика затянулась надолго, я буду плохим родителем, ребенок долго будет успокаиваться. И через такую стратегию он не научится успокаиваться. Он научится упрямиться или сдаваться. Нам нужно, чтобы он научился нейропластичности, успокаиваться и понимать, и развиваться. И желательно, чтобы даже в этих процессах мы поддерживали его самооценку. Чтобы даже когда я делаю то, что тебе не нравится, ты понимал и чувствовал. Я уважаю тебя, я уважаю твои чувства. В этом остается мое уважение и принятие. И я хочу, чтобы ты уважал себя. Даже когда ты косячишь, делаешь что-то не то. Поведение можно поправить. Эмоции важно признать и принять. И нас лучше слушают, когда мы лучше договариваемся. 85% наших сложностей с очень сложными детьми решаются практически полностью, как только родители перестают требовать от нас, чтобы мы почилили ребенка, а начинают учиться общаться. Общаться, слушать, наблюдать, анализировать поведение. Просто, когда переходят на инструкции. Стоя привык работать с очень кризисными семьями, ситуациями. Там, где долгое время мы смотрим, мы приезжаем в семью, оцениваем, что происходит, делаем анализ и предлагаем стратегии. И у нас работает, родители потом говорят, а это ничего не работает. Я говорю, тут же, давай сделаю. Он говорит, это потому, что ты чужой. У меня получается успокоить ребенка, договориться? У них нет. Я говорю, и в этом здоровая доля истины, потому что я чужой, он немножко послушнее. Ну, давай-ка так. И я говорю, давай-ка по-честному поговорим о том, как ты это делаешь, сколько раз. И мы обычно давали в поведенческой модификации, давали вот эти чарты, вот эти планы, по которым прямо идет отчетность. И когда родитель знает, что нужно как-то заполнить план, оказывается, что все начинает работать. Когда он просто без неумства и лукава начинает делать все по схеме, все работает, ребенок становится спокойнее. И оказывается, что за этим психованным поведением, за этим истериком стоит потребность, которую мы научимся вычислять, это не космическая наука на самом деле. Спасибо вам, тем, кто приветствует. Мы научимся это делать, и это нормально. Но в первую очередь, первые вещи, принятие эмоций, осознавание их и признание правды. Если твои способы не работают, и ты очередной раз доказываешь мне, психологу, кому-то еще, у меня нет сил, у меня нет времени, и ты тратишь эмоциональную энергию на то, чтобы психовать, на то, чтобы там срываться на ребенке, приходит время сказать, это не работает, надо учиться новым стратегиям. И они оказываются проще. Надо отказаться от этого. Учиться общаться, учиться видеть, учиться слышать. Признавать законность детских эмоций. И отложить эту идею, на самом деле, очень провально, очень нечестно. У меня нет времени. По факту обнаруживается, что когда ты... В этом случае обычно очень много времени тратится нерационально. Нет сил, нет времени, нет отмазки, на самом деле. Но их тоже важно признать. Валитация, в первую очередь. И только признав их, мы можем, как консультанты в данном случае, мы можем перейти к тому, окей, нет времени, сложно, но вот проблема, что будем делать, давай придумаем, как обыгрывать те карты, которые у тебя на руках. И да, мы приходим к этому. Конечно же, это звучит очень комплексно. Когда так, значит, в своей коммуникации, особенно когда у тебя сильные эмоции, напряжение, и в этой ситуации тебе нужно думать о том, чтобы это, ну, чтобы там нежелательное поведение пресечь или заставить ребенка что-то делать, что необходимо, что важно, воспитать в нем это качество, думать о его самооценке, думать о том, какие стратегии мы транслируем и создаем, передаем ребенку, это слишком много. Думать об этом, терзаться на эти темы, как-то, ну, как-то запредельно просто. Еще и думать о том, что о своем благосостоянии, чтобы мне было нормально. Нет сил, нет времени. Первая реакция закрыть все и сделать все побыстрее. И да, мы знаем, что многие родители, которые говорят, что типа нет сил, нет времени, у них главные стратегии. Так, делай, что хочешь, только отстань от меня. Или все-таки додавить-продавить. И ничего нет принципиально неправильного в этом. То есть это правильные эмоции. Но это не работает. Ни в одну сторону. Не сохраняет. А работа над способностями, над привычками, над диалогом внутри всегда смягчает. И даже физиология, контакта, отношения, общения, физиологическая сторона, то есть наше тело, с его несгибаемыми фактическими параметрами отражает то, что договорное настроение, когда мы договариваемся, когда мы слушаем, когда мы сострадаем, благотворно влияет не только, чтобы все было по-доброму, но и на развитие, на интеллект, и на как это, problem solving, на решение проблем. То есть, когда вы орете на ребенка, у него базовые биологические защиты. Защита или нападение. Отключиться один. То есть, ну просто вот спасть ступор и рыдать, или просто закрыться и ничего не делать. Агрессия обратно, вне зависимости от того, что вы говорите, имеет ли это смысл. Защищаться, нападать. Защищаться, нападать, это нормально. Третье, подстраиваться, не думая даже о результате, просто чтобы от вас отстали, чтобы перестали вас не любить, перестали на вас давить. Просто подстраиваться, не думая. Вот включаются эти автопилоты. И разными способами избегать, высмеивать, обходить, угождать и так далее. Все это сводится к этому. И это формирует нездоровые привычки в жизни. Стратегии, определяющие вообще успех ребенка, его удовольствие от жизни, его смелость выбирать то, что он хочет, смелость идти какой-то своей тропой. Да и вам легче не становится. И зачастую все равно чувство вины никуда не девается, оно грызет внутри. И мы поддерживаем. Мы общаемся, мы слушаем ребенка, но мы при этом учимся адекватно проявлять твердость, называть все правильными словами, настраиваться, искать решение, искать свою формулу. И важно распознавать то, из чего состоят наши уязвимости. Это, кажется, не так уж сложно. Я говорил, да, когда вы злитесь, во-первых, примерьтесь. Если вы злитесь, наверное, вам нужно свою идею по своей правоты подставить под сомнением. Говорит так, пока я не расслаблюсь, пока злость не пройдет, не нужно быть уверенным, что нужно добиться этого, что вот там это правильно. Пока не успокоишься, не торопись. Вот. Признать честно. Я злюсь в малидации, да. Я злюсь, и я хочу тебя принудить, потому что, потому что. Ну, давай-ка так. Давай сейчас подышим, успокоимся, и я пойму, почему ты сопротивляешься, и немножко найдем лучший подход. Злимся мы о беспомощности, уже говорили. Когда мы, когда у нас сильные эмоции, мы с чем-то не справляемся, обязательно включается чувство вины, чувство неадекватности, как родители. Иногда она становится запредельным, ненужным. Нам кажется, что мы накосячили что-то, это повредит ребенку. И когда эти эмоции негативные, напряженные, их слишком много, они слишком сильны, они меняют наше мышление, они утрируют вот эту значимость своей ущербности. И вопреки логике, здравому смыслу, родитель начинает грызть себя, чувствовать себя несчастным, как будто бы это поможет улучшить ситуацию. Это не сделает его добрее. Это может сделать его подкупающим, угодливым, индульгирующим, но не добрее. Доброта – это не чувство вины. Их нужно научиться разделять. Внутреннюю критику и доброту обязательно разделять. Доброта предполагает, я принимаю свою уязвимость, и я окей с твоей уязвимостью. Лояльность сопровождает доброту. И доброта – беспроигрышная стратегия. Но доброта не означает, что можно разрешать все, и следовать за хотелками, как своими, так, собственно, и деток, которые, в общем-то, ну, которые, в общем-то, хотят чего-то, чего-то, что не всегда соответствует потребностям и не всегда соответствует хорошему результату. Но даже дисциплинирование может быть приправлено добротой, даже если оно требует твердого, устойчивого голоса. Ну и, в принципе, дисциплинирование, типа, пресечение – нет, нельзя, я тебе не позволю. Если ты сделаешь это, последствия будут такими. Важный компонент – голос. Послание. Чтобы в нем не было осуждения. Да, действительно, можно быть твердым, определенным, жестким даже, но без осуждения. В нем не должно звучать, что ты плохой, я тебя таким не люблю, давление на чувство вины, манипуляции вот эти вот жестокие, ты плохой мальчик, не нужно этого всего просто. Это неправильно, я тебе не позволю, я тебе покажу, как нужно, я тебе научу, но ни осуждения, ни оценивания, не должно. Их нужно вытащить, этот яд, это жало вытащить из вашего дисциплинирования. И, конечно же, унижение. И, конечно же, отношения сверху вниз. То есть, да, вы диктуете, вы директор, но вы не унижающий директор и не презирающий. И идея там, ты будешь делать это, потому что я твой родитель. Ну, иногда родители срываются, что осуждать, но это не должно быть, как это, частой стратегии. Таковы правила дома, я выбираю, и сейчас у меня нет времени, но позже я тебе объясню, когда мы оба поостынем, почему это правило, для чего оно. вы даете этот объясняющий компонент. Потому что, действительно, когда горячие эмоции, иногда нет времени объяснять, почему так, а ребенок может выстаскивать, ну, почему, это же несправедливо, объясни, но цель его не узнать, почему, а просто прогнуть вас, переубедить, и это нормально. И не стоит воспринимать, как бы, эмпуляции, жестокость, это не очень приемлемые для детей термины, это нормальное поведение, и оно предполагает, что вы их научите чему-то другому, по сравнению с первичными способами реагировать. Так, эту трансляцию, как таковую, для тех, кто в Инстаграме я завершаю. Если вам интересно, опять же, пишите в личку, находите информацию, вы можете попасть в этот проект, благотворительный для тех, кто в Украине, и для тех, и для переселенцев. Остальные тоже могут попасть, но благотворительный проект все-таки предполагает, что нужно ему помочь. Да, и если интересует больше информации, тоже напишите, уже несколько занятий было. Трудные эмоции и их корни. Как их понимать? Да, важно признать, нужно научиться понимать их. И нужно одобряюще, принимающе передать это своим клиентам, своим людям, что это нормально. и что это не конец света, и что это возможно, учитывая их вот эти самые нормальные страхи и тревоги. Так, сейчас я посмотрю. Не понял, кто-то пишет, что ничего не слышно? Все слышно. Все, все, все. Все, может быть, в начале, когда еще не говорил. Все, окей, спасибо. Да, валидация, и, наверное, я добавлю такой термин, мне не нравятся эти термины, потому что они очень выразительные, это нормализация. В данном случае мы нормализуем вот эти самые трудные эмоции. Это нормально реагировать в такой ситуации. Как бы это банально не звучало, как бы это не приелось, сейчас модные гештальтерапевты, они прямо как клише это все повторяют, это нормально делать то-то. Что ты мне разрешаешь, мои чувства? Но, тем не менее, проговаривание такого рода может быть очень даже уместным, очень даже помогающим. Нормализация. Но, если вы практикуете, вы развиваете гибкость своего языка и находите менее клишовые, менее типовые выражения и слова, для того, чтобы сказать это нормально. Это нормально, что ты не справляешься. В этой ситуации, ну, команд. Сейчас тогда на эту тему тоже неплохо бы поснимать. Ну, команд, ты переселенка, у тебя столько дел, у тебя такие испытания, тут язык нужно учить, рано новое, столько всего происходит, и ты еще злишься на себя, что ты, типа, иногда срываешься на ребенка. И ребенок еще, конечно же, отвечает стресс-реакциями, которые, ну, как, не облегчают жизнь. Это нормально, что ты злишься и срываешься. Абсолютно нормально. Только потом мы можем говорить, что с этим делать. Но первым делом нормализация и валидация. Нормализация и валидация в данном случае начинается с родителей и только потом доходит до семьи. И мы говорим, это нормально. Когда родитель хватается за голову терзаемым чувством, терзаемые чувства вины. И мы, как профессионалы, вычисляем, что главное. Сейчас ему давать советы, сейчас ему говорить о том, что он там неправильно делает или сейчас нужно валидировать вот ваш контакт. Сейчас нужно нормализовать его нормальный опыт. Это абсолютно нормально. Вот я говорю, как? Ты понимаешь, что ты от себя ожидаешь, от себя, от переселенки, которая проходит эти стрессы, ты ожидаешь быть успешной по критериям мирной жизни. Ты и так выпрыгиваешь из штанов одна мая с двумя детьми, стараешься, делая все, что можешь, и тут, и заработать, и больницы, и все это адаптируешь, все непонятно, язык нужно учить, и при этом ты еще справляешься, а не одеты, а буты. Вау! Это достижение, это много, говорю я. И я не играю, это искренне. И нам нужно уметь искренне видеть самую важную вещь, основу для валидации, основу для признания, поддержки, правдиво и честно увидеть это, прочувствовать и донести. Ты молодец, ты справляешься оптимально, ты просто загоняешься, что ты должна быть идеальной матерью, должна справляться. И только потом я говорю, смотри, что я могу сделать, учитывая реалии твоей ситуации, мы можем немножко облегчить тебе задачу, поменять стратегии, понять, что не работает, найти доступ, может быть, там, манеру общения, а может, проанализировать и вычислить потребности ребенка, чтобы проще было уделять. И я выдергиваю, я, как это, вот это жало, осуждение, оценки из своей речи, которая на автомате срабатывает. Мы все воспитаны вот в этой атмосфере принуждения, ну, или большинство из нас, мы все воспитаны через шантажи, подкуп. Вот это то, что называют синдром родительского неодобрения, просвечивает в наших стратегиях от до и после любой стрессовой или там непонятной ситуации. Синдром родительского осуждения, это тот отпечаток, с которым мы пришли в эту жизнь. И чем мы меряем все? Через осуждение. недостаточно хорош, должен заслужить, сравнивать, сравнивать людей мог бы и получше. И мы это усваиваем, интерроризируем, присваиваем к себе мог бы и получше. И учитывая, сколько осуждений, непринятия, неодобрения мы получаем в детстве, а учитывая то, что ребенку его одобрения, безусловного одобрения, безусловного принятия нужно очень много, то есть осуждение нормально, если очень много одобрения. Оно работает таким образом, оно не вредит самооценке, но если они одинаковые или осуждения больше, то самооценка страдает, уверенность в себе в соответствии, активность страдает, оптимизм, вера в свои силы, в свой успех страдает, и это передается по поколениям. Мы дрессируем других своим осуждением или не давая добра, не давая поддержки, не давая признания, думая, абсолютно искренне думая, что это подготавливает жестокой жизни, это закаляет работа совершенно. Но там внутри происходит совсем по-другому. Ни хрена не закаляет. Изредка делает упругим, твердым, но редко делает довольным, счастливым и гибким, что важнее. И да, учитывая, что мы все отравлены этим осуждением, оценочностью, которую эзотерики говорят фу-фу-фу, не, она неплохая. Просто как бы ее нельзя делать центровым, вот эту самую оценочность. Итак, учитывая это, нам нужно намного больше одобрения. И поэтому я не скуплюсь на признание одобрения родителя, чтобы он почувствовал себя сначала уязвимо, когда его одобряют. Он говорит, за что меня одобряют? Я не заслужил, я провалил свое родительство. И я адекватно, внятно доношу, вот смотри, это сила, это достижение, ты молодец. И только после того, как я буду какое-то время пробивать вот эту твердую почву, жить нужно, терпеть через осуждение, и человек развивается, делает что-то хорошее, только если он не чувствует себя полноценным, утрируя это, и если родитель будет много одобрять ребенка, он его испортит, когда мы растаиваем, растапливаем этот лед по отношению к родителю, тогда и родитель может передать. Потому что откуда он не взял эту модель, он не видел, чтобы она работала эффективно. Поддержка, одобрение, поощрение в разы больше, чем оценка, вот здесь ты там делаешь неправильно, которую тоже можно подкорректировать, сказать, смотри, я тебе помогу подкорректировать, вот здесь нужно изменить, и тогда получится такой-то результат. Потому что неправильно не предполагает, что ты делаешь это для результата. Понимаете, оценочность и осуждение не предполагают, что ты научишься делать, думая о результате. Ты делаешь, как ребенок, пытаясь угодить каким-то наблюдателям, какой-то своей аудитории. Если я непонятно изъясняюсь, прошу вас написать. Если вы понимаете, о чем, тоже неплохо бы об этом маякнуть мне. Ага, тут интересный ответ. Ну, сейчас все понятно. осуждение, так вот, синдром родительского осуждения, вот эта самая оценочность, они в принципе неплохие, мы их тоже признаем, одобряем, но мы даем другой опыт через принятие, одобрение, валидацию, нормализацию и давай-ка говорить, что мы хотим получить в результате. Я окей, ты окей, со мной все в порядке и даже с теми неудобными эмоциями, которые я выражаю и мне стыдно за них, но я говорю и говорю, ну это нормально так чувствовать, так реагировать и с тобой все в порядке, если что это не идеальные эмоции, но мы можем договориться с учетом этих не идеальных эмоций так, чтобы нас устраивал результат, что мы можем сделать, чтобы было лучше, в общем желательно, чтобы было лучше обоим, никто собой не жертвовал. Ага, пишут все понятно. Вот, и сейчас я к вопросу перейду, потому что очень классный вопрос, когда я проговариваю эмоции, говорю, ты сейчас злишься и так далее, ребенок еще больше входит в истерику и говорит, мама, не говори это, уходи, молчи, как будто я еще больнее и этим проговором я делаю хуже. Как лучше поступать? Там бы неплохо услышать интонации ее, что, ее потребность. И можно даже, если непонятно, то можно обыгрывать. Тебе будет легче, если я уйду и ты перенервничаешь сама, тебе нужно само это переварить. Важно не столько, что она ответит, не столько, что она ответит, сколько ты поддерживаешь коммуникацию, ты продолжаешь слышать ее. Обида и злость. О, интонация это дополняет, обида и злость. И можно сказать, похоже, ты настолько обиженно и злишься, что прям не хочешь мне показать, наказать меня, чтобы я ушла, показать мне какая-то злая на меня из-за того-то, того-то, того-то. Это может быть встречей. И она может сказать да. и вам нужно научиться быстренько находить подходящее оптимальное решение, желательно с контактом. Если вы смотрите на ребенка и видите его двойные посылы тела, вы распознаете. Вы увидите, что он говорит, я хочу тебе сказать, чтобы ты уходила, потому что я злая, но ты не смей уходить. Выслушай все, получи свою пилюлю злую, получи, услышь, как мне больно. И тогда вы можете найти соответствующие слова. А иногда вы видите, что она уже научилась куклироваться. Я говорил про ранние стадии на предыдущих видеозанятиях, что иногда усваивается, мне нужно этот стресс пережить самой, подышать, сдуться, выплеснуть. И вы можете дать, окей, я чуть-чуть отойду, дам тебе время, но желательно все-таки этот паттерн понемножку ненасильственно менять, чтобы она, чтобы ребенок контейнировал эмоции в контакте. Это здоровый способ. Не куклировать себя в контакте. И он получал вот это сообщение. Да, может быть, я тебя судила, может, там, это самое, ты почувствовался отвергнутой и научилась внутри себя все это взрываться, твои эмоции не приняты. Но сейчас ты можешь оттаивать. я приму твои эмоции, пойму их, помогу тебе в них разобраться. В контакте, в близком контакте регулировать эмоции оптимально, не выходя из него. Но иногда на какой-то стадии сформирован этот паттерн, окей, я отойду чуть-чуть, там, мне выйти, мне это. Понимаете, вы диалог поддерживаете, ребенок все больше получает подтверждений. Я злая, я хочу, я хочу накричать, сделать больно, сказать, отойди, но все равно меня не покидает, и это хорошо. И вообще с детства у многих закладывается вот эта вот неспособность воспринимать амбивалентные двойные эмоции. То есть ребенок зол на маму, на родителя, на папу, и он в ненависть говорит, я тебя ненавижу, там, и все. И в то же самое время он любит ее, нуждается в нем, и его терзают тяжелейшие вот эти сомнения, тяжелейшие противоречия, потому что мне нужно, чтобы ты не уходил, но мне, но я злой на тебя, я тебя ненавижу, я хочу там тебе сделать больно. И вам нужно научиться находить слова для того, чтобы признавать это нормально. Вот эти противоречия внутри. Я тебя в них понимаю, я тебя в них встречу, помогу разобраться. Может быть, то, что ты хочешь, мы не сделаем так, как ты хочешь, жить, но мы найдем лучший способ. Я помогу тебе разобраться, успокоиться, объясню позже, почему мы так тебе это запрещаем, это заставляем тебе делать, но не в горячих эмоциях, нет. Отложим это немножко. Очень хорошо, очень хороший вопрос, эта тема, да, такая, и про двойные послания языка слов и языка тела тоже важно уметь это видеть. Да, действительно, звучит это, знаете, как не принимать слова ребенка за чистую монету. Принимать. Он хочет этого, но слышать то, что хочет его душа, то, что ему не хватает. И он может хотеть двух вещей одновременно или там по очереди. И проговаривая, называя это, мы иногда просто снимаем напряжение. Просто вот уходит это напряжение, и ребенок начинает хмыкать. Злой ребенок наконец-то получает подтверждение, что плакать не унизительно, и что его поняли, он расплачется и снимет напряжение. И мы ему поможем объяснить, что расплакаться это нормально, это тебе помогает выпустить вот это самое неприятные чувства, напряжение, злость. Самыми простыми словами вполне можно объяснить даже маленькому ребенку эти вещи. И нам становится теплее, когда мы в контакте сердечно и душевно. Вообще, конечно, может и стоило даже с этого начать, я это упоминал и раньше. У нас базовые настройки говорят, кричат за нас, на всю психологию, на все это нужно время, нужно силы, я устала и так далее. Это тяжело. Учиться быть доброй, учиться быть гибкой, учиться подбирать слова, оказывается, нет, наоборот, это легче. Когда мы переключаемся на добрую, на понимающую волну, нам становится легче, наше напряжение уходит. физиология. Физиология говорит об этом, физиология подтверждает. Когда мы переходим на язык благодарности, принятия, наше сердце начинает биться в вариабельном режиме. Это очень стрессоустойчивый режим, очень добрый, одновременно социально активный, как это, социально адаптивный. Мы намного легче восстанавливаемся, лучше себя чувствуем, когда мы добры к другим людям. И практики благодарности вошли в моду очень сильно именно благодаря этим открытиям нейрофизиологии. Это перестраивает наш организм, намного легче справляемся со стрессом, у нас мозг работает более оптимально. И это неугодливая доброта, когда мы угождаем всем из своего страха, что нас обидит и отвергнет. Нет. Это великодушная сердечная доброта от избытка, а не от недостатка, а не от чувства собственной неполноценности и второстепенности, которой я не на втором месте и не на последнем. К этому возможно надо будет вернуться в наших занятиях, но пока я просто в общих словах доношу эту идею. физиология вот этого доброго принимающего и понимающего отношения, особенно в семье, возвращает нас к нескольким сферам наук, в том числе к биологии и этологии. Физиологии, биологии, этологии. И мы находим подтверждение физиологические, что добродушное, открытое, сердечное отношение, там где есть телесный контакт, создают лучшие условия и для развития, и для успеха собственно. Причем не только у людей, но и у животных. Несмотря на то, что наши настройки иногда на фоне стрессов разных, там усталости и ограниченности кричат, нет, разбаловать нельзя, он всегда будет так делать, у него не будет стимула развиваться, если мы будем все разрешать, все одобрять, это опасно, это вредно и так далее. Исследования говорят об обратном. Это скорее наши страхи кричат, что нет. Доброта, принятие, одобрение не исключают правильного и мало того, намного более прицельного дисциплинирования, воспитания и поддержки, как бы это сказать, целеустремленных способностей, навыков и ориентиров. И да, действительно, там, где в семьях, в школах у детей много свободы, много свободы делать, не делать, отказываться, выбирать самим, что делать, и присутствуют лучше, как в школе, так в жизни, не говоря уже о отношениях. Это самооценка лучше, ясность мышления, чего я хочу, чего я не хочу, и они думают не категориями, как угодить другим, как не чувствовать себя лузером, а думают категориями, что я хочу получить в результате, что мне важно. Потому что давление вот этих паттернов, синдрома родительского неодобрения, привычки осуждать чувство вины, они принуждают нас вроде как все время быть активными, все время что-то снискать одобрение, оценивание, осуждение, одобрение, принятие, признание, быть достигаторами, но мы играем в игру, которая не настроена на конкретную нужную нам цель. И это часто превращается в имитацию. А цель, к которой мы идем, зачастую не дает удовлетворение, если мы мотивируемы этими ориентирами. Поэтому разрешать, договариваться, слышать, чувствовать, видеть, да. А если не получается распознавать вот этого внутреннего критика, чувство вины и все-таки найти вот эту форму, что не так, почему не слышим. Признавая то, что иногда для ребенка это нормально и нам нужно подлечить свои уязвимости. Если там нам трудно принимать нормальные в этом возрасте эмоции ребенка. Да, вы можете подлечить свою способность контейнировать и это только в пользу. Да, это стоит времени, это какие-то затраты на психотерапевта, но какую пользу это принесет? О, очень большую, очень много, в разных сферах причем. Да, к настройкам, которые, которые, к добрым настройкам, да, физиологии добрых настроек. В физиологии добрых настроек, то что же те звонки идут один за другим, Стивен Поржес, создатель поливагальной теории, поднял тему физиологического состояния безопасности и небезопасности. И нервная система, более чем наши убеждения, наши привычки диктует нам, как будет работать наш мозг и как будут работать наши органы тела, наше физическое состояние. Чувствуем ли мы себя в безопасности или все будет в режиме будь готов бежать, нападать, защищаться, замирать, отключиться или все окей. Наша нервная система быстрее, чем наш разум принимает это решение. И может это не принимает древних архаичных форм прям вот так напасть, прям вот так вот убежать, но это принимает социально адаптированные формы режима небезопасности. Он проявляется в обычных вещах. Он проявляется в привычках осуждать. Это война, это нападение, иногда защита. В язвительных шутках, в привычках угождать, в привычках впечатлять, играть кого-то, в привычках угождать, быть добрым, чтобы тебя не убедили. Но это все держит нервную систему и мозг, и лимбическую систему, и даже кору в готовности к войне. И мозг работает по-своему хорошо, даже иногда остро. Ну, если это не режим замирать и отключаться, беспомощность разного рода, это может работать хорошо, но в целом, в общем-то, это притупляет остроту мышления и нашу, собственно, контактность. И он говорит, три ветви блуждающего нерва, одна из них доминирует, и обычно это работает на автопилоте. Какая привыкла доминировать в ситуации неопределенности и маломальского стресса, такая и командует, как ведет себя тело, разум, и, собственно, как оценивает мозг происходящее, как он оценивает себя в нем и других людей. Диктует вот этот самый блуждающий нерв, который говорит, ты в опасности или нет. Просто по привычкам мы выбираем или нападать, или защищаться, или отключаться, это форма защиты, в принципе, впадать в ступа разного рода, играть удобного человека, угождать, но все это возвращается к базовому центру. Миндалевидное тело, блуждающий нерв. Мы учимся, если нас не научили родительские объятия, руки, одобрения, мы учимся переключаться на режим, да все в порядке. Опасности реальной, физической нет. Можешь расслабиться, плечи могут опуститься, сердце может биться, резонансно, вариабельно, это значит, вместе с дыханием он то ускоряется, то замедляется, у него хорошие перепады и сигналит по всем внутренним органам, связанным с блуждающим нервом, они же со стрессом, они же с психосоматическими реакциями тела, сердечно-сосудистая, эндокринная система, дыхательная система, они все входят в сферу блуждающего нерва и получают его команду, ты или выживаешь, или ты окей. И они влияют на то, как вы дышите, на вашу мимику, пантомимику. Но это же подсказка, через что нам переключаться на язык безопасности, на язык, который мы можем слышать, видеть, чувствовать, и оказывается на этом языке, который нужен нам процентов 60-70 нашего времени, нужно быть в состоянии, в режиме безопасности, просто потому, как устроена наша физиология, как и всех, собственно, социальных животных. Нам нужно очень много вот этого телесного подтверждения, я окей, я с тобой. Нам нужен душевный разговор, нам нужны прикосновения, объятия, напоминание, что ты сам по себе важен. И я неспроста перешел на другие интонации голосом, потому что это тоже его. Нам важно физиологически, чтобы процентов 60-70 нашего времени мы были в этом состоянии безопасности. Потому что даже наедине с собой подавляющее большинство людей, они находятся в режиме, как будто они на сцене. Не кому-то что-то доказывают, что-то там о внутреннем диалоге переживают, что-то с кем-то соревнуются, кому-то не уступают. Во внутреннем диалоге они продолжают жить вот в этом выживании. Хотя физически нам ничего не угрожают. И, конечно же, каждому нужен этот внутренний Карлсон, который говорит, а, дела житейские. То есть они решаемы. Это не значит, что на них нужно забить, но это, наверное, не тот Карлсон. А вопросы нерешаемы. Слишком загоняться по этому поводу не стоит, их можно решать в другом состоянии. Так вот, в вот этой программе Family Academy нам очень важно понять проявление вот этих самых режимов опасности выживания и безопасности. Как они проявлены, как их видеть видеть по телу. Это не так уж сложно. И как их переключать собственно. Этот нейроязык или как язык нейросистем. Как нельзя, кстати, модные концепты нейросистемы, нейровидения, нейромодуляции прям вписываются как родные. И мне это нравится. Получается, что ребенок учится вообще успокоению и чувствую я окей, ты окей. Он учится, эта функция включается через контакт с взрослыми, через контакт с матерью в первую очередь, через контакт с материнской фигурой. И я упоминал раньше вот эти жестокие опыты, когда детеныши животных, кормили, поили, все, заботились, только не было физического контакта. И они по сравнению с теми, кто был с мамой рядом, там, умирали просто от недостатка тепла и заботы. Хотя фактическая забота была, а вот тактильной заботы не было, прикосновений не было. Так там же дальше развернулось. Даже те, у кого рядом была мягкая игрушка, те выживали лучше, чем те, у кого никого не было. У кого было теплое существо, тоже лучше выживали. Нам это необходимо. И только на фоне младенцев видно, насколько жизненно необходима теплота, теплый житейский контакт, заботливый. В общем, неформальная забота, не подкуп подарками, какими-то попытками загладить чувство вины, чувство себя неполноценного родителя, а именно теплый контакт, прикосновение, теплый разговор, принятие, признание, валидация, о которой мы говорили. И я специально перехожу на эту интонацию, донося то, что, во-первых, это регулируемая система, и можно искусственно научиться регулировать, создавать безопасность, как это в своей нейронной системе, и как в этом аватаре подключаться к чужой. В большинстве случаев, если человек не психопат, не запуганный, на него очень быстро и хорошо работает вот этот переход. Я переключаюсь по системе блуждающего нерва на вот это самое состояние безопасности. У меня меняется интонация, осанка, шея мягкая, голос становится немножко более душевным и эмоциональным. Вот это разнообразие, да, это переключение. Вот эта самая мимика, мышцы связанные с контактностью, они как раз и отражают вот то самое состояние безопасности, голос, коммуникации, личный контакт. Причем вопрос не в том, чтобы он был тихим, вопрос не в том, чтобы мы говорили медленнее, а вопрос в том, что мы переходим в состояние душевного контакта, душевного, сердечного. И я, работая с приборами биообратной связи, видел, как физиологический человек меняется, когда с ним говоришь таким тоном. Просто мгновенно нервная система переключается, мы создаем эту атмосферу. И знаете, что? В этом состоянии мы становимся более включенными интеллектуально, эмоционально. И мы создаем вот эту самую атмосферу безопасности для собеседника. Собеседник переключается на душевные ноты, он лучше нас слышит, он лучше считывает, что мы доносим, и он больше настроен на сотрудничество. И так же, как с руками и молоком матери, с материнской грудью, ребенок учится успокаиваться, не через себя, ему нужно, чтобы запустилась эта функция, чтобы вот это самый верхний век блуждающего нерва включилось, натренировать эту способность самоуспокоения. Иногда нам нужно это осваивать уже будучи взрослым. Но это исключительно благодарная наука, способность, исключительно благодарная. И тогда окажется, что только обладая вот этим способностью переключаться, чувствовать, слышать, видеть, мы решим большую часть проблем, которые мы не могли решить интеллектуальными способами. Когда родитель упорно продолжает упрямо доказывать, доносить до ребенка, почему нужно следовать этим правилам, почему это нужно делать, доказывать ему, не слыша, что в общем-то речь не в этом. Ребенок упрямится не потому, что он говорит докажи, объясни мне, не потому, что он хочет, чтобы объяснили, а по другой причине, он хочет потянуть время, хочет, чтобы от него отстали просто с заданиями и занудность не последняя по эффективности стратегии. Вместо и проще перейти на это состояние, чем долго-долго занудно, назидательно или там пытаясь надавить на чувство вины, долго-долго объяснять, почему так сделать. Не слушай, ты не готов, контакта нет. И да, конечно же, самые простые вещи, когда вы хотите в сложных эмоциях что-то донести, переключить ребенка, сказать ему, что нужно делать, и он не очень хочет, нужно видеть, готов ли он с вами войти в контакт. Не то, что слушаться, а вообще слышать вас. Если он не слышит вас, он неплохой, он нормальный ребенок. Это ваша задача обратить на себя внимание, сделать контакт комфортным. Иногда даже присесть, дождаться там, чтобы у вас был контакт взглядом, иногда попросить, посмотри на меня, пожалуйста, мне есть кое-что сказать, выдержать паузу. Лучше создав безопасность. Говорит, смотри, слушай, сейчас я хочу, чтобы ты то-то, 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 ты слышишь меня, понимаешь, сделаешь это. И вот я вам дал простые алгоритмики, они простенькие, они логичные. Вот. Несмотря на свою простоту. Итак, я попытался быстро, сжато раскрыть тему физиологического языка безопасности, из чего он состоит, и его важности. И действительно, пока ребенок в состоянии защиты, ну, если вы на него кричите, он может ступорить или злиться, или все, он обороняется, он не настроен, чтобы слышать то, что вы от него хотите. Он выживает. Ему главное вырваться или выжить. Даже если вам кажется, вашим взрослым, он может не опасно, чего ему выживать, я же его не разрушаю, просто ему говорю, что делать. Внутренний зверек, так работает. Причем, не надо смотреть сверху, у взрослых та же система работает, просто мы себе это прощаем, и мы думаем, это нормально, я человек, я живой человек, а почему-то к детям иногда даже строже, чем к себе. Важно создавать этот контакт, в котором есть контакт, меня видят, слышат, и тогда на фоне этого контакта уже доносить свою идею, доносить свою воспитательную меру, спросить, сказать, создать эту атмосферу, и в принципе создавать атмосферу, чтобы ее было, но она была хотя бы половину времени в семье, и вы, несмотря на свою усталость, поймете, что, в общем-то, до того вы утомлялись, вы истощались в большей степени из-за того, что ваша нервная система создает атмосферу борьбы, недовольства, чувства вины, и воссоздает это вокруг вас, внутри, вокруг вас, и, конечно же, когда кто-то рядом с вами в состоянии войны нападать и защищаться, и вы, соответственно, у вас включается эта система автоматически, и иногда, да, нужно сделать двойную работу, даже несмотря на войну рядом, переключить на состояние мира, но добрая новость, что подавляющее большинство людей испытывают нехватку в принятии в мирной атмосфере, и ведутся, если вы включаете эту атмосферу, то просто сделайте первые два шага, и собеседник, скорее всего, разумеет, там, может, не в один шаг, и тоже будет создавать, и чем чаще вы это делаете, тем легче это, и тем лучше атмосфера, и тем более творческая, и способствующая к развитию, и об этом тоже говорит физиология, а вот, собственно, как это делать, я пока намекнул в общих словах, можете посмотреть у меня на сайте, или запросить у меня, если не найдете, статью о поливагальной теории, потом, как ее понимать, и как считывать, собственно, эти физиологические параметры, как она устроена, можно будет в личку запросить это, или включиться в программу Family Academy, это будет там, попробуйте, поиграйте, если там что-то непонятно, зададите вопросы, если будет потребность, рано или поздно, я все равно сделаю по ней уже, как научиться оперировать, потому что у нее офигительный потенциал, от детско-родительских отношений, терапии, коучинга, до, в принципе, работы с людьми, вплоть до, вплоть до ораторского мастерства, как научиться быть непринужденным оратором, который не впечатляет, доказывает, это естественно, который привлекает в себе, который не напрягается больше, чем нужно, и при этом создает и себе, и другим комфорт, и все работает офигительно. Все, трансляцию опять закрываю, точнее эту, на инстаграме трансляцию можете, те, кто в основной программе, можете не выходить. Надеюсь, что про тему безопасность я в общих чертах донес, и я вам скину статью тоже, но если есть что-то непонятное прямо сейчас, как раз хорошее время задать вопросы. пока жду, что там в чате что-то появится. Пока нет, да? Поделом нас. вопросов пока нет, надеюсь, что в общем идея понятна, и идея о том, что создавая эту физиологически обоснованную безопасность, мы создаем хорошие условия и для развития, и для атмосферы в доме, и стимулирующую как самооценку, причем с обеих сторон, родительских и детских, и интерес, интерес к, собственно, к успеху, интерес к развитию как таковому, и что-то я выпускаю, а, ну да, атмосферу между вами, диалоги между вами, ну и само по себе дисциплинирование может свестись на минимум, потому что вам легко будет договориться, ввести какие-то правила, и получить согласие детей, и они будут принимать какие-то ограничения достаточно хорошо, если у вас есть достаточно принятия теплоты и поддержки. Так, что по теме, еще, думаю, можно еще что-то успеть на сегодняшнем занятии, пока вопросов нет. А, что-то появилось. Как создать атмосферу безопасности, когда несколько детей, детей в семье и между ними постоянные конфликты. Мы стараемся всех поддерживать, но постоянные обиды на родителей. А, там, значит, да, о, слушай, хорошо, что ты напомнила еще там несколько важных паттернов, наверное. Вот то, что есть в статье, которую я скинул, паттерны, так называемые, паттерны отношений, упрощенная вещь, но очень полезная. Вот, так вот, есть две еще вещи, когда несколько детей, совершенно естественным образом между ними что-то вроде ревности, специфическое именно соперничество сиблингов называется это. Ну, сиблинги – это братья и сестры, чтобы не выделять гендерно. И вот это и зависть такая. Мне там другим лучше, чем мне. И внимания не хватит. Другим больше внимания, мне меньше. И чувство, что меня там оставляют где-то там, где-то там на закоулках, а другие важнее. Вот, как тот анекдот про жадную девочку, если знаете. То есть не знаете, потом расскажу идеально. Да. И это тоже подливает масло. В этом нет ничего неправильного. Да, действительно, там дети, которые выросли в многодетных семьях, они немножко там по-своему более ревнивы, чем другие. Им кажется, что у них за спиной что-то происходит, что кому-то лучше отношение, чем к ним, что внимания на всех не хватит. Они немножко более, там, миди, вот это называется, на внимание. И вот нехватка какая-то, да, мы формируем это. Но есть зато куча других преимуществ у многодетной семьи, которую получают дети, так что все нормально и все здорово. В таком случае, если обиды, обиды лучше, в первую очередь, с каждым найти время услышать. Валидация по отдельности, не вместе. Выхватить каждого по отдельной, найти, уделить время и сказать, мне очень важно, что ты чувствуешь. И тебе, наверное, обидно. И проговорить. Вот тут важнейший компонент это найти слова, чтобы они точно описывали, что трудно вынести. И не торопиться. Говорить, переубеждать ребенка, что это не так. Это вообще, это провальная стратегия. Что это не так, что на самом деле там внимания нет. Услышать. Говорить, да, тебе кажется, что вот там младший все внимание и ты чувствуешь себя отвергнутым. Вот раньше было все и теперь все игрушки отдавай ей. Еще тебя требуют еще смотреть за ней. Это действительно жестоко, несправедливо. Не торопитесь переходить к другой части. Пока вы не увидите от ребенка знак да и да. Это так. Как вот взрослые говорят, правильно ли я тебя понял. Вот вам нужно дождаться, что вам дали сигнал в том, что да, ты угадала. Мне от этого обидно и сдобно. Вам нужно транслировать, что вы принимаете и понимаете, что это сложно. Не торопитесь говорить, но. С каждым по отдельно вы говорите, услышали. И только когда вы увидели, что ребенок услышан, и он среагировал реагировал на это, вы говорите, да, действительно, там, в семье стало меньше времени, и при этом, при всем, я люблю тебя, я люблю вас очень сильно, всех одинаково. Это нормально, что тебе кажется, что тебе не хватает. Это нормально. Но на самом деле мы любим вас, и за вас готовы то-то, все что угодно. очень жаль, что не хватает времени на всех, энергии, очень жаль. Мне бы очень хотелось, чтобы хватало. И когда вы говорите, скорее всего, вы сможете именно быть искренними в этом. А как только вы искренними в этом, ребенок, ну, как бы он услышан, он понимает, он принимает. Не торопитесь с какими-то там поправками, решениями, нет, фиксингом вот этим, ну, фиксить, фиксить, решать. И только после этого, когда вы приняты, поняты, вы говорите, я постараюсь уделять больше внимания тебе, потому что внимание тебе будет отличаться от внимания другим. Это же нормально. И тут детей постарше нормально срабатывает, когда вы с ними, знаете, вот, как бы говорите, ну, ты же понимаешь, это же нормально. Ему нужно такое внимание, и у меня такое внимание. И, наверное, понадобится кое-что от тебя. Ты же согласишься, ты поможешь мне в этом. И старшим это помогает, ну, грубо говоря, конечно, льстит, подыгрывает их паттерну, но, чтобы не было вот этого элемента нечестности, просто говорите, ну, от души, душевно. Так, чтобы вот вы говорили и прямо вы чувствуете, да, это правда, да, это так и есть. И тогда это отражено в вашем голосе, в ваших интонациях. И не скупитесь на то, чтобы сказать, я тебя люблю, я люблю и тебя, и его, и вам не достанется меньше. Я буду стараться, чтобы всем досталось много. Я не буду забирать у одного давать другому. Я буду стараться, чтобы всем досталось достаточно. И мне очень жаль, что, может быть, вам хотелось бы иногда больше. Но я буду стараться. Мы сделаем то-то, то-то, то-то. И важнейшая часть, снова и снова повторяю, учиться диалогам, в которых вы выводите за скобки осуждение, оценивание, подколки, назидательность, кстати, тоже. Вот это вот назидательность. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот это потому, что ты. Ну, это форма игры с синдромом родительского неодобрения, манипуляции, чувства вины и собственной неадекватности. По-доброму, тепло, искренне. Надеюсь, кто-то из вас почитал статью и помнит вопрос, который я задал. Да, вот паттерны. Я вас спросил, как, по вашему мнению, что про альтернатива паттернам? Как, если вот не паттернами общаться, то как? Паттерны там были такие, ну, основные, которые важны сегодня. Это синдром родительского неодобрения, когда мы в ответ на все, что происходит, на любого человека, на любой стресс, мы начинаем осуждать это, находить, что в этом не так. У нас сразу включают. Ну, вы знаете людей, которые, вот что им не скажи, они все начинают критиковать. или даже, если не спрашивают, это привычка просто, такая уже вторая натура характер, критичность. И у одних это больше на других, у других это больше на себя. Чуть шо, сразу это, это из-за меня, это со мной что-то не так. Чувствовать себя виноватым. Ну, вот там, и он пересекается с паттерном привычной вины. Паттерн, как раз, соперничество сиблингов, ну, да, это вот подозрительность, это вот недоверие, любовь надо заслуживать, надо быть достаточно хорошим, кому-то достанется больше, и вот вся неполноценность связана с этим. Их важно различать, важно увидеть в другом и, соответственно, найти альтернативный подход к диалоге, признание, валидация и обсуждение этого. Так, паттерн месяца. Я его не упоминал, но это очень частая вещь и замечаем мы его уже в родительстве. Когда вы даже у себя можете отследить, когда вы вдруг дисциплинируете, наказываете с какой-то излишней злостью ребенка, вот больше, чем необходимо, может быть, не по возрасту, и вы вдруг осознаете, что я как бы отыгрываюсь за то, как со мной жестоко, неадекватно обходились. Когда мы отыгрываемся на своих партнерах, женах, мужьях, за то, как нам плохо, за то, как нас приучали. Вот лучший пример, вот она, ну, не пример, точнее, а иллюстрация, пример, это принцип дедовщины. Если помните, там в советской армии еще было, что всех новеньких унижают, держат в черном теле и мотивируют это тем, ну, а что, со мной так, и он, ничего, я же не умер, нормально все, все же все нормально с этим. Вот этот принцип дедовщины, со мной так обходились, и я так буду обходиться. И да, действительно, этого в нас намного больше, чем мы хотели бы думать. Я в себе обнаруживал вот эту избыточную жесткость, жестокость, отыгрывание этих паттернов. И мы учимся распознать их с тем, чтобы найти альтернативу, ну, или хотя бы пресечь их. Так, а сейчас я полистаю, наверное, где там у нас страничка, на которую я планировал. Да, вот они паттерны. Паттерн мести, паттерн беспомощности, ну, он сам за себя говорит, при любой там непонятной ситуации, конфликте, отношениях, впадать в беспомощность, опускать руки, плакать, истерить, типа, и беспомощно ждать, когда кто-то решит этот вопрос, кто-то другой. Да, он усваивается из детства, и хорошо, если родители приучают, своевременно позволяют ребенку побыть беспомощным, и все-таки своевременно поощряют его в том, что он может справиться с вопросами, с проблемами, и что его инициатива хорошая, и даже если он делает все не идеально, это хорошо сама по себе инициатива что-то сделать и так далее. Паттерн борьбы это привычка все сложные ситуации встречать с сопротивлением, борьбой, насилием, собраться, сжать зубы и действовать. И в отношениях зачастую это вредит. В отношениях зачастую нужно увидеть, услышать, принять, согласиться, отпустить контроль, позволить природе отношениям другому человеку, быть такими, как и есть, настоящими. И результат, собственно, результат вот этой самой борьбы это физическое напряжение и даже боль, как физическое, так и эмоциональное. Вина и наказание, жертва, они говорят сами за себя. Я пролистал сексуальность, потому что потому что эта тема еще спрашивала Тамара. Я намекнул, что я мог бы ее раскрыть и думал, что я ее раскрыл, отвечая на вопросы в достаточной для этого курса мере. Потому что если вдамся в подробности, то только в стадии развития бы динамически, обычно каждая стадия там это двухдневный интенсив с пониманием ее, распознаванием ее и коррекцией. Но это не наш формат. прямой инцест, как он влияет. Вот это как встречают сексуальность, когда она раскрывается первый раз, это от двух до четырех лет, да, от двух до шести, я бы сказал, да, когда первая сексуальность, когда манструбация, трогать себя, осознавать особенность полов, там, интерес, возбуждение, и естественно оно в нашей культуре до сих пор попадает в атмосферу стыда родителей, отвержение, осуждение, грязь, отвратительно, и родители иногда даже из лучших побуждений, но не могут это контролировать даже в интонациях. Они не знают что делать, они сами ступорят, потому что у них свои истории, когда их поймали за маструбацией, когда что им сказали при этом, как их наказывали за это, за интерес какой-то, как они научились чувствовать себя грязными, постыдными, ущербными, когда у них появилась своя тайная жизнь, которую нельзя никому говорить, и так далее. И да, действительно, тема сексуальности переплекается еще из отвергнутой любовь сексуальность с эдиповым периодом, когда непрямой инцест имеет место быть, когда ребенок, там, мальчик, естественным образом, влеком прямо в разных смыслах к матери, а девочка к отцу, и они начинают конкурировать, там, мальчик с отцом, а девочка с мамой, и как встретить это адекватно, наверное, стоит упомянуть, когда родители перестают их там, ну, там, трогать, там, купать, там, не знаю, потому что, ну, уже появляется в детях уже вот эта самая стыдливая, неловкость, во взрослых, а у детей наоборот интерес, как с ними говорить, вот пример был хороший в нашей переписке, говорит, как правильно сказать, говорит, ну, ничего неправильного нет, ты себе делаешь хорошо, при других это делать не стоит, и научиться это говорить без осуждения, без стыда, нормализуя это, это интерес, очень здорово помогают вот эти энциклопедии сексуальные, только до воковского периода, понятное дело, я уже писал, вы уже поняли мое отношение к вот это самое полы-гендер, я не считаю, что нужно говорить, типа, гомосексуальность или там путаница полов, это как бы нормально, и каждому нужно найти свой пол, нет, не считаю, по большей части это продукт каких-то сложных ситуаций, нарушений боли, просто важно упомянуть, что бывают вот такие, вот тут бывает, что по-другому, ненавязчиво, и я думаю, что не в этом возрасте, разве что, если вы понимаете, что в школе или в других заведениях пропагандируется это, и вам не нужно это игнорировать, или там по этому поводу там устраивать каких-то, не от вас учат всякой фигне, просто сказать, ну там это дань моде, но на самом деле это бывает, это тяжело на самом деле, это трудно, и я считаю, что неправильно, что это стало модным, популярным, и в этом есть и искренность, и правда, и минимизация конфликтности темы. Да, и действительно важно не перестать ребенка брать на руки, трогать, говорить с ним, но и не вестись на те соблазняющие игры, которые естественны для ребенка. Он действительно ведет все соблазняющие, но это не значит, что его нужно неадекватно трогать там, и важно транслировать, что да, 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 у тебя есть интерес, но тебе надо подрасти, интерес нормальный, просто эти темы будем исследовать, когда ты подрастешь, когда ты будешь подростком, когда ты там станешь совершеннолетний, у тебя откроются возможности, пока не зрело, это может повредить на самом деле, и переводить все эти вещи в невинную детскую сексуальность, использовать сказки, ну вот как вот мой кум очень хорошо обыграл этот период, когда там его дочка начала говорить о том, что там ты мой финист ясный сокол, я вырасту, на тебе женюсь, это очень типичные вещи, вот это забавно, мило, обычно родители подхихикивают, он возьми да и скажи, ну а шо, а как мама? Она говорит, а мама умрет, и это нормальное мышление для ребенка, но иногда оно шокирует родителей, а нужно быть готовым, и это нормально, и такие ситуации разруливает родитель, которому влечение противоположного пола, он говорит, и кум мой сделал офигительно правильную вещь, он говорит, слушай меня внимательно, ну или как-то по-другому, он говорит, да-да-да, я король, а жена моя королева, мы твои родители, мы всегда будем любить и заботиться о себе, мы пара, ты наш ребенок, но твой финист ясный сокол, он сейчас растет, ты принцесса, ты королевна, принцесса, там ты дочь наша, и твой жених растет сейчас, и это хорошо, что ты нас любишь, и мы тебя любим, и он переключил фокус внимания, и он разрулил это на фоне сказок, ну что классический способ разруливать этот конфликт, вписав это в реальность, в которой она проводит большую часть времени, ну в этой сказке, это ее любимая сказка, там он соотнесся, я не помню, кто там уже, король родитель там, но это я условно это рассказал, вот они разрулили это таким образом, и важно не переставать, конечно же, и тактильно трогать, улыбаться, ну просто говорить, ну теперь тебя будет, ну там с тобой может в ванну ходить только мама, теперь уже ты подросла, понимаете, вы подкрепляете в этом хорошее, а не почему ты больше меня не купаешь, ну или там прямо или косвенно они могут говорить, теперь будут копать, ты уже подросла, ты уже девушка, вот, и в этом больше невинной сексуальности, но все же гендерной, и поощрение, ты красивая, замечательная, восхищение ей, но в вас не должна транслироваться сексуальность, ну именно вот такая, ну как бы это сказать, половая сексуальность, я когда-то работал массажистом, и меня еще спрашивали, а как, ну ты ж типа там, у тебя женщины, ты их трогаешь, там все, и в тот период нормально было работать ногами, то есть я там разрешал, типа вы можете раздеться полностью или нет, вот полотенечко, прикрывайте, я там выходила, заходил, все, и многие удивляют, как это, я говорю, ну, и коллеги мои спрашивали, как ты на них, а они на тебя не возбуждаются, а ты с ним, нет вот это двойных, я говорю, ну как это нет, ну, ты же чувствуешь, ну ты же транслируешь это, ты же руками передаешь, какой контакт с тобой возможен, ты в этом в другой роде, если у тебя клиент возбуждается, значит ты что-то, значит ты что-то транслируешь, прикосновения очень тонко передают, значит ты что-то транслируешь, и да, было у меня два раза, шоу, это, как это, сексуализация контакта транслировалась, пару слов про сексуальный вот этот вот период от 3 до 6 лет, действительно можно сексуализировать ребенка, поддеть его естественный интерес, расшатать его, сделать его немножко зацикленным на этих темах, и многие совращения, у меня был опыт год работы с совратителями, и совращенными, именно так и произошли, после того, как ребенок испытал возбуждение, интерес, стыд, какую-то тайну, секретную от родителей, от всех жизнь, он может стать одержимым на эту тему, это может стать главным интересом жизни, и оно его не отпускает, и там то ли он маструбирует дни и ночи наперед, хотя, в принципе, просто так маструбаться, это ничего не вредно, особенно в раннеподростковый, позднеподростковый период, но, тем не менее, зацикленность, и зацикленность на конкретной модели сексуального контакта, и, да, совращенные мальчиками мальчики, зачастую, вот просто, они воспроизведели этот опыт, если он был с насилием, им нужно было насилие, необходимо просто было насилие, и подавляющее большинство моих клиентов, насильников, они же были и жертвами в свое время, зацикленными на этом периоде, надеюсь, я там не запугал вас, вот этой темой, вот, и поэтому очень важно следить за безопасностью, но не транслировать невротичность, следить за безопасностью, поддерживать откровенную атмосферу, чтобы ребенок с вами делился, тем, что с ним происходит, и не оказалось, что у него там тайные друзья взрослые, там где-то в чатах, желательно, чтобы все-таки доверительные отношения, как бы предотвратили это, это не конец света, после этого все равно люди исцеляются, но сама атмосфера вокруг этого, родители чувствуют себя поломанными, стыдятся, злятся из-за этого, и это мешает исцелению, непринятие, зачастую, да, это восстановимо, но лучше, конечно, чтобы этого не было, что там я про эту сексуальность у девочек, как у мальчиков, вот этот вот период, они просто проявляются по-другому, девочки более заметно, изощренно конкурируют с мамами, и папа должен решить этот вопрос, говорит, нет, мы с мамой пара, мы твои родители, мы любим тебя, ты наша дочь, все хорошо, ты останешься нашей дочерью, и поставить, провести эту черту твердости, мягкой твердости и принятия, мы любим тебя как дочь, и маме в соответствии с мальчиком тоже поговорить, в таких же интонациях, мальчики проще в этом смысле, они не так изощренно выражают свою любовь, они дерутся с папами, они там влазят между родителями в кровать, и приходит время мягко, но твердо все-таки, как это напористо, что ли, мягко, но уверенно, все-таки разделить семейную пару от ребенка, поддержать ее, принять, валидировать, и тут, наверное, больше работы тоже для мамы, в данном случае, чтобы она это делала, что он зачастую папу может воспринимать как конкурента, но не как равного, если папа будет тягаться с ним, то точно перейдет на те же самые, на ту же роль, он ему уже больше не отец, не авторитет, а соперник, это значит на равных, скрытый инцест, это когда ребенка, когда ребенка незаметно делают партнером несексуального плана, сейчас скажу как, мать-одиночка, у нее сын становится мужчиной в семье, и он занимает это место в ее пространстве, она у него спрашивает все, она спрашивает, с кем ей иметь отношение, все мужчины проходят через фильтр, одобрит ли он ее, и он, естественно, говорит, он нам не подходит, он нам не подходит, потому что ему льстит, что у него такая значимая роль, он пытается ее защитить изо всех сил, он становится зрелым, и это, конечно, льстит и ему, и ей, и это удобно, потому что он перестает капризничать, он не такой требовательный, матери ребенка, одиночке, тяжело, но тем не менее, он перестает быть ребенком, он перестает быть самим собой, и становясь взрослым, он становится таким правильным, но не настоящим взрослым, я утрирую все, упрощаю, с девочкой тоже самое, по сути, и самый известный пример, это дочь распущенного алкоголика, которая становится ему родителем, которая о нем заботится, которая посвящает свою жизнь тому, чтобы он не опустился, не спился, все не спустил, заботя о себе, у нее нет личной жизни, в этом случае, да, это как бы вредит, что не может быть личной жизни, или не выбирается партнер, ну, с которым хорошо, а выбирается партнер, который или похож, или не похож на родителя, или с которым можно отыгрывать игру, там, типа, быть правильным для указанного, там, формата мальчика, быть таким вот спасателем, опекающим родителем, ну, и для девочки, в принципе, та же тема, так, так, возвращаясь к вопросам, а тут уже время, мы говорим о безопасности, сегодня много, что если ребенок пережил опасную ситуацию раннюю, и родители тоже, есть ли такие подходы, чтобы смягчить ситуацию, да, конечно, во-первых, все, что я говорил, все подходит, особенно дети пластичные, гибкие, там все искусство, все-таки, в самоосознании, умении подобрать честные слова, отказаться от каких-то ролей, там, мачо, спасателя, или не замечать это, а, да, возвращаясь не замечать это, возвращаясь еще к инцестуальной теме, и совращению, извините, перескайпе, важно сказать, что большая часть совращений, это в кругу семьи, в кругу людей, вхожих в семью, и не по злой воле, и родители часто, ну, просто вот у них срабатывают фильтры, они всего этого не видеть, не замечать это, вот, я оставлю вас с этой идеей, а вы уже, как бы, вы уже, как бы, примерите на себя, так, чтобы это не было невротичным, но в то же самое время, чтобы была смелость видеть вещи такими, как есть, так вот, не замечать, это не то, что нам подходит, говорить, мы пережили тяжелую вещь, мы долгое время не могли об этом говорить, может быть, даже не могли говорить друг другу, приходится время, приходит время говорить об этом, это было плохо, это было тяжело, это несправедливо, вы знаете, что важно, важно признать, Что несмотря на происходящее, мы должны вернуть себе чувство собственной полноценности и целостности. Это меня не испортило. Это не моя вина в том, что так получилось. И мне нужно пережить это, разговаривая с тем, чтобы осознать, я не буду чувствовать себя жертвой. Я признаю, что это было плохо и несправедливо. И если нужно, мы сделаем все, чтобы справедливость восстановилась. Но при этом я отказываюсь чувствовать себя жертвой. Ты полноценная, я полноценный. Это никак не испортило ни меня, ни тебя. Мы с этим знанием будем жить и учиться раскрыться в полной мере. Вернуть себе право на чувство собственной полноценности, на чувство полноценности сексуальной. Я не испорчу. Я желаю личной, душевной и сексуальной жизни полноценной. И я к этому разрешаю себе. Что там очень много таких вещей, как уязвленное потрясение. Сразу я испорченный, я не имею права быть счастливым, я виноватый. И вот эти вещи нужно как бы так вот расфлексить. Признать, почувствовать, проговорить и решить. Мы живем счастливую жизнь. И если надо, мы обращаемся за помощью. Я, ты, друг другу профессиональной помощи. Следующий вопрос. Если у ребенка проявляется влечение к родителям противоположным полноценностям. О, пять лет самое то. Не, 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 нормально. Сын говорит, а, к папе нежность, обнимание. Меня наоборот отталкивает. Это допущенные ошибки в раннем возрасте? Не, 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 не обязательно. Как быть, там могут быть очень разные потребности и очень разные истории. Но он может тянуться с нежностью просто потому, что чего-то не хватило. Это правда. Или просто потому, что ему нужно. Папе есть то, что мне сейчас важно. Там много нюансов. И лучше знать, слышать интонации, видеть поведение. Есть ли какие-то обиды на маму. И есть ли какая-то нехватка, типа папу. Ну, может там папа появляется раз в две недели и вот так не хватало. Может быть у вас сложилось так, как часто бывает. Типичная хрестоматийная ситуация. Все дисциплинирование на маме. Мама злая, плохая. Папа все разрешает. С папой можно поговорить по душам. А мама чуть что, ну, когда она поговорит про поведение и про заслуги. Ну, бывает такое. Нет ничего неправильного. Но неплохо бы проанализировать. Может быть там мама была прохладной. Может быть мама была наоборот слишком старалась быть хорошей. Мама слишком странной, что она растерянность, тревожность транслировалась. А папа, допустим, не такой замороченный на себе и просто расслабленный. Ну, может быть и это. Это можно пообсуждать. В принципе, в личку можно расширенно написать. И может быть даже по описанию мне будет, ну, как бы я догадаюсь, что там основа. Что там главное, что там второстепенное. Но в данном случае это может быть просто нормальным периодом. Не хватает того, что есть в папе. Не хватает папа как такового. Нужен именно такой контакт. Пусть напитывается. Ну, и папе с мамой хорошо бы вместе быть, если ребенок триангулирует. Ох ты, елки, эту тему бы тоже не пропустить. Триангуляция это когда игра вдвоем против одного. Когда там ребенок подстраивается к одному родителю, ты хороший против второго. А он плохой типа. Иногда даже по очереди может так использовать такие стратегии. Родителям нужно сказать, не-не-не, ты меня против папы не настраивай. Значит так, мы с папой вместе, мы все продумываем, все решения принимаем вместе. Без осуждения, что важно. Даже такие вещи можно говорить без осуждения. Даже в моем голосе сейчас, не-не-не, вот это вот игра была. Лучше даже этого. Нет, ты хочешь так, но мы все решения принимаем вместе. Мы твои родители. Мы любим друг друга, но пара. Ты наш ребенок. Не давать разделять и властвовать. И это не потому, что ребенок манипулятор, и он хочет власти над вами. Нет, это нормальное прощупывание своих возможностей. Нормальное прощупывание, как это, получить то, что я хочу, или отмазаться от чего я не хочу. Нормальная вещь. Можете даже похвалить, когда ребенок сильно прохаванный, что говорит, о, ты стратег, у тебя получается. Да, это не пройдет со мной. Но мне нравится, что ты там творчески подходишь к делу. С нами это не пройдет. И мы предпочитаем, что кроме хитрых стратегий, ты все-таки освоишь и такие честные, искренние стратегии. Ничего плохого с хитрыми нет. И эти нужны, и те нужны. И в такой манере можно обыграть все это. Так, ну что, время уже больше, чем я планировал. Сейчас посмотрим. Вопросы теперь уже в личку. Ой, в этот самый, в наш чат Family Academy. Темы, которые хотели бы, чтобы рассмотрели, тоже можно писать. Может быть, я расскажу. Может, просто скину статью или видео. Может, оно уже есть. Не стесняйтесь, обращайтесь к коммуницированным. И по каждому материалу я жду от вас чего-нибудь написанного. Учитывая, что не у всех получается в формате Google, Google класса, я прошу просто по каждому материалу просто сбросить в личку, там, или текстом, или лучше документом. Материал такой-то. Мои выводы, ответы на вопросы такие-то. Мне заинтересовало то-то. Я понял материал так-то. И по каждой статье, не только видео, которое я сделал, но и то, что там в Google классе, там в нашей переписке, есть там статьи и посты. По каждому напишите что-нибудь. Очень вас прошу, не оттягивайте. Ну что же, спасибо вам. Если было полезно и интересно, пожалуйста, делитесь видео, которые есть в сетях, которые пока что в открытом доступе. Ютуб и соцсети, Инстаграм. А, ну и только в Ютубе и Инстаграме. Ага. О, спасибо. Спасибо, пожалуйста. А, кстати, те, кто смотрят, скажите, вот наш чат видно на видео или нет? То, что я его сейчас вот выдвинул. Нет. Наверное, нет. Ага, хорошо, хорошо, лучше так. Ну, чтобы я понимал, как работает это, поделиться экраном. Окей, спасибо вам. Тогда до новых встреч. И, конечно же, в чате переписки. Видео будет чуть позже. Спасибо. Продолжение следует...